Это День города, в студии Максим Васильев. Здравствуйте, главная тема дня. В джазе только девушки. Накануне 8 марта в Рязанской филармонии награждали исключительно женщин. Меткий баланс. В Росгвардии определили лучшую снайпершу ведомства. Пояс при Святой Богоматери. В Рязань доставили частичку православной святыни. Уже завтра, 8 марта, Международный женский день. А накануне в Рязанской филармонии представительниц прекрасного пола поздравил губернатор Павел Молков. Филармония встречает женщин цветами, улыбками и, конечно, музыкой. В этом джазе сегодня только девушки. В зрительном зале исключительно представительницы прекрасного пола. Международный женский день – возможность в очередной раз выразить восхищение женщинам, их красоте, мудрости и душевной щедрости. Об этом говорил со сцены губернатор Павел Молков. Сегодня представительницы прекрасного пола трудятся во всех отраслях. Учат, лечат, творят, руководят, занимаются общественной деятельностью, бизнесом, спортом. Вообще абсолютно всем. И все это делают просто на отлично. Рязанская земля, конечно, подарила этому миру много невероятных женщин. Очень здорово. А еще сегодня нас кто-то ждет мужа, сына или друга, который защищает нашу Родину. И, как правило, не просто даже ждет, а помогает всем, чем может. Помогает словом и делом. Каждый – благодарность, низкий поклон. Медаль за спасение погибавших в этот день получили медицинская сестра, анестезист медицинской роты 137-го парашютно-десантного полка Наталья Долгова и фельдшер того же полка Тамара Обидина. За высокие достижения и многолетнюю работу отличившимся рязанкам были вручены почетные знаки за заслуги перед Рязанской областью, памятные знаки за наивысшие достижения и благодарность от земли рязанской. А дальше был концерт, музыкальные презенты которого, кстати, со сцены звучали только в мужском исполнении. В преддверии праздника очень любопытные данные приводит Рязань-Стат. Так, средний возраст, представительность прекрасного пола в области 46 лет. Это тот самый социально активный возраст, когда по плечу и дома работа. Всего в регионе 588 тысяч женщин, 242 тысячи заняты в региональной экономике. 40% из них с высшим образованием, 49% со среднепрофессиональным. Несовершеннолетние дети есть у 38% работающих женщин. Рязанки активно занимаются предпринимательством. Из 27 тысяч ИП региона 38% женщины. Среди городов области наибольшая их доля в Касимове, среди районов в Ряжском, Михайловском и Кораблинском районах. По видам предпринимательской деятельности, женщин больше, чем мужчин в образовательной сфере 71%. В здравоохранении и социальных услугах 65%. В экономике, финансах и страховании 58%. Ну а в Росгвардии приближение праздника отметили стрелковым турниром, где тоже участвовали только женщины. Кто улучшил результат, знает Валерий Седов. Расстояние до мишени 25 метров. Первые три выстрела пристрелочные, следующий 10 в зачет. Так в региональном управлении Росгвардии отмечают 8 марта. Турниром по стрельбе среди женщин-сотрудниц. Я считаю, что женщины и стрельба из оружия однозначно совместимы, потому что это вырабатывает внимание, какую-то более ответственность. И в то же время показывает, что в женщине может сочетаться как женственность и доброта, и такое мужское дело. Впервые стрелковый турнир среди женщин провели год назад. Девушкам на рубеже понравилось, поэтому решили повторить. И сделать эту спортивную перестрелку традиционной. Евгения Панова своим прошлым результатом осталась недовольна. Весь год усиленно тренировалась, чтобы сегодня показать лучший результат. Планку для себя лично подняла. Однако до победы не хватило совсем чуть-чуть. В следующем году тоже хочу участвовать. Буду готовиться усердно весь год и, надеюсь, займу какое-нибудь победное место. Итог чемпионата действительно удивил. Как судей, так и участниц. Лучшим стрелком стала бухгалтер финансово-экономического отделения регионального управления Росгвардии Юлия Беляева. Но все же без награды в преддверии праздника 8 марта никто не ушел. Победительницам и призерам соревнований вручили кубки, грамоты и цветы. В Кафедральный собор Рождества Христова в Рязани принесен ковчег с частицы пояса Пресвятой Богородицы. Встреча святыни состоялась сегодня в 7.30 утра. История артефакта у Марины Романюк. Пояс Пресвятой Богородицы – одна из величайших святынь, связанных с жизнью Пречистой Девы. По преданию, она сама сплела его из верблюжьей шерсти и носила вплоть до своего успения, то есть смерти. Наследниками двух вдов, получивших пояс от Богородицы, святыня передавалась из поколения в поколение. А с IV века она находилась в Константинополе, заключенная в Золотой Ковчег с царской печатью и положенная в Лохернском храме. В X столетии пояс, уже прославленный чудесами, был разделен на части. Одна из них хранится теперь на Афоне в Ватапецком монастыре. В 2011 году пояс привезли в Россию. Святыня посетила 14 городов, и ей поклонились уже более 3 миллионов паломников. В 2011 году к 200-летию Казанского кафедрального собора частицу пояса передали на вечное хранение в Санкт-Петербург, куда ежедневно стекаются сотни паломников для того, чтобы помолиться Божьей Матери перед Великой Святыней. Особую надежду на помощь Богоматери возлагают православные семьи, не имеющие детей. По молитвам к Царице Небесной многие женщины смогли избавиться от бесплодия и ощутить радость материнства. Ковчег будет пребывать в главном храме города до 11 марта. Ежедневно перед ним будут совершаться молебны с чтением канона при Святой Богородице в 12, 14 и 16 часов. При отсутствии возможности побывать в соборе в эти дни и подать записки о родных и близких, это можно сделать в разделе «Подать записи онлайн» на официальном сайте Рязанской епархии. Принесение ковчега состоялось в рамках реализации молодежной просветительской программы Синодального отдела по делам молодежи «Духовная связь». Спонсором ежедневной информационной программы «День города» является выставка продажа икра и рыба «Камчатская». Вкусные свежие морепродукты к вашему столу. До 11 марта можно приобрести у торгового центра «Премьер». В Рязанской области возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более полумиллиарда рублей. В списке фигурантов бывшие руководители рязанских предприятий по реализации цвет мета. На чем построено обвинение, расскажем далее. Рязанское предприятие два года предоставляло неверные налоговые декларации. Об этом стало известно следователям первого отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета России по Рязанской области. При этом комитет не сообщает, о каком именно предприятии идет речь. Однако из собственных источников рязанских новостей стало известно, что в сообщении может идти речь о металлургическом предприятии «Сплав». По данным следствия, подозреваемые оформили эффективные сделки по приобретению в 2018-2020 годах товаров и услуг у ряда коммерческих организаций, которые в действительности их не поставляли и не оказывали, и представили налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль за указанные периоды с заведомо ложными сведениями в налоговый орган. В результате данных действий подозреваемых предприятие не исчислило и не уплатило НДС и налог на прибыль за 2018-2020 годы на сумму более 550 миллионов рублей. По версии следствия, три года назад на предприятии также оформлялись фиктивные сделки. У коммерческих организаций покупали товары, которые фактически не предоставлялись. В итоге предприятие не уплатило НДС за четвертый квартал 2020 года на сумму почти 60 миллионов рублей. В настоящее время проводятся процессуальные действия, направленные на сбор доказательств. В ходе уголовного дела следствием будут приняты меры к возмещению причиненного ущерба бюджету страны. Переменчивость начала весны не удивляет. Яркое солнце припекает и извинят капелли, но ветер еще ледяной и пронизывающий. В любой момент могут набежать снеговые тучи и закружить метель. Впрочем, сильно драматизировать не будем. Чего же ждать от первого праздника весны, расскажем далее. Согласно прогнозу, в праздничный день температура воздуха в Рязани составит около нуля градусов, а вечером жителей и гостей столицы ждет похолодание. Так, ближе к ночи температура опустится до минус двух. Скорость ветра утром составит почти пять метров в секунду, а вечером пять с половиной. Восьмого марта будет довольно холодно, климатическая весна придет в центральную часть России позже. Наиболее теплую погоду в этот день можно наблюдать в южных городах. Столицам повезло меньше. В Петербурге ожидается минусовая температура, а в Москве столбик покажет около нуля градусов. При этом во многих городах будет довольно снежно и пасмурно, заявляют синоптики. Накануне специалисты говорили, что в погоде на текущей неделе будут пробиваться весенние нотки. По их словам, на приближающуюся весну указывает переменчивый характер погоды. В понедельник заряды снега сменяются пытающимися пробиться солнцем. Об изменении характера погоды свидетельствует и увеличение разницы между дневными и ночными показателями температур. Так, в конце недели столбики термометров днем будут показывать около плюс одного, а ночью температура может опускаться до минус 10 градусов. Кстати, ночь на праздник, по словам метеорологов, окажется самой холодной с начала весны 2023 года. Столбики термометров покажут минус 10, минус 12. Предупредили также об усилении ветра и мокром снеге. Добавит погоде дискомфорта, аномально низкое давление. В вечерние часы барометры покажут 732 мм ртутного столба, что на 14-16 единиц ниже положенного, подчеркнули эксперты. Икра и рыба Камчатская снова в Рязани, возле торгового центра «Премьер». Полюбившиеся всем рязанцам продукции за свежесть, качество и превосходный вкус каждый месяц в нашем городе. И вот снова, накануне 8 марта, возможность приобрести деликатесы. Долгожданная весна вступает в свои права и сразу начинается с самого нежного праздника – Всемирного женского дня. Праздничный стол в официальный выходной день непременно должен быть. А лучшим угощением для себя, близких и друзей станет красная рыба и икра. Это качество, культурное обслуживание, все свежее. Ценовая полиция, цена и качество совпадают. Кстати, употреблять морепродукты в пищу можно и тем, кто соблюдает пост. Церковный устав допускает рыбу, икру в рационе постящихся. А врачи и вовсе настоятельно рекомендуют включить морскую рыбу в ежедневную диету. Это профилактика простудных заболеваний, анемии и многих других проблем со здоровьем. Чавыча, красный икру, черный только не приводит. За что любите рыбу вообще? Для того, что витамины полезные очень, для здоровья. А самое главное, что привлекает людей к выставке продажи – икра и рыба камчатская, непревзойденный вкус, свежесть, качество. Я люблю чавычу. Она в меру соленая, приятная и хорошая икра. Вернулся не просто так, поэтому, что хорошая рыба. Всем рекомендую. Чавыча. Чем она вам нравится? Ну, хорошая. Вкусная. Ну и икорки можно купить. Ассортимент из 35 видов рыбы – горячего и холодного копчения, малосоленой, а также зернистая красная икра. И все можно попробовать прямо здесь, у прилавка, прежде чем приобрести. До 11 марта включительно выставка продажи «Икра и рыба камчатская» возле торгового центра «Премьер». Не пропустите. На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Милые женщины, с наступающим вас 8 марта и всего самого доброго. Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбеца. Все от производителя. С 6 по 10 марта. ТЦ «Премьер». Только 10 марта в клинике «Семейная» ведет прием специалист из Москвы. Дедюрин Андрей Анатольевич. Коррекция плоскостопия, изготовление индивидуальных ортопедических стелек, плазмотерапия, подбор комплексного лечения при заболеваниях суставов и травм опорно-двигательного аппарата. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова